Вот сейчас я попытаюсь рассказать то, что я должен рассказать, хотя это уже не нужно, но я так расскажу, потому что у нас ведь нужно, не нужно, никто не знает, но если я знаю, я хочу этим поделиться. В 1924 году Джордж Гершвин, а вы знаете настоящее имя Джорджа Гершвина? Кто знает? Это вопрос не на оценку, просто кто знает? Иван, хорошо, но смело, я говорю, вам просто пять, Иван Гершвин, это хорошо, мне нравится, так и будет, хорошо, я кстати запомню, а кто еще? Иешуа, прекрасно, но длинно, для актерского, ну для псевдонима, поэтому что-то у него было попроще, ищите там, где попроще, импровизацию вообще надо начинать с простого. Яша, мы с вами на тракте поговорим, Яша Гершвин, простой мальчик, небольшой, любил музыку, у него была сестра Ира, Ира Гершвин, вот они гуляли в песочке, то они говорят, не сочинили нам мюзикл, и они сочинили мюзикл о том, как вообще тяжело живется иммигрантам в Америке. Они же сначала были в Одессе, потом они переехали в Петербург, чтобы называться петербургскими иммигрантами, так легче, так красивее. И вот, представляете ситуацию, когда мы рассказываем об этом, это по поводу слона и потрогать его за хобот, кажется, что, ну что такое передвижение, из Одессы, Петербург, из Петербурга в Вену, из Вены куда-нибудь, в Рим, из Рима. Ваня, а вы представляете, сколько вещей? Куда девать вещички, спрашивайте? Куда? Это же, это же поклажа, это же целая история. Мы иногда на дачу переезжаем, и кажется, что жизнь закончилась, и с ужасом думаем, что надо вернуться обратно. А тут такие перемещения между континентами. Так вот, они написали мюзикл о тяжелой судьбе брата и сестры Мамерии. Замечательная вещь, но ее музыканты отказались исполнять. Поэтому сегодня мы услышим другую, не менее чудную вещь. Чиккария Армандос Румба. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ